Стоит ли играть на пиратке WoW? Это на мой взгляд довольно интересный вопрос, над которым стоит задуматься как тем, кто только думает начать, так и тем, кто уже там играет. До выхода официальной классики МХО еще где-то минимум полтора года. Об этом кстати я снял отдельное видео, ссылка в описании. Поэтому многие, кто уже играет на пиратках, вероятно и продолжат это делать. Ну а те, кто вдруг резко захочет поиграть в классику, а желания ждать официального релиза нет, почти наверняка пойдут искать хардкора в неофициальном мире WoW. Но в данном видео я не хочу говорить только о классике, ведь пиратки есть по всем дополнениям. Так что все ниже сказанное справедливо для всех экспеншенов. Немного о моем опыте. В разные периоды жизни я довольно много времени проводил на пиратках. В том числе был геймом на одном из популярных в то время проектов. Поэтому я знаю, как выглядит мир пиратства не только со стороны игрока, но и со стороны администрации. И мне хочется поделиться с вами своими мыслями и воспоминаниями, если уж вы надумали играть на неофициалке. Весь поток инфы на эту тему я постарался структурировать на 5 причин. В пользу того, чтобы играть на пиратках, ну и 5 причин, почему этого делать не стоит. Ну что, поехали. Пять причин не играть на пиратке. Первое. Отсутствие гарантий. На мой взгляд, это самое важное в любой игре, особенно в MMORPG. Играя на Офи, вы по сути имеете лицензионное соглашение с Blizzard, где, например, вы гарантируете, что не будете использовать всякое левое ПО типа читов, ботов и прочего. А они же гарантируют вам определенный сервис. Ваши персонажи всегда в целости и сохранности. Сервера стабильны и работоспособны. Техническая поддержка, дружелюбные ГМы и так далее. Что же мы имеем на пиратке? На пиратке никто ничего не может вам гарантировать. Все подобные заявления это полная туфта. Недаром игроки Софу не знакомы со вторым значением слова вайп, который любителей пираток буквально вгоняет в дрожь. Если кто не знает, вайпит, когда на пиратском сервере слетает вся база чаров, ну и прочее. В общем, считай, полное обнуление. Пример. Сегодня вы докачали вашего персонажа до 59 уровня на классическом сервере. А завтра админ с пропой решит удалить всю базу, ну и как бы все. На эту тему есть и множество других, более крупных примеров. Тот же сгинувший Ностальрус, который был прикрыт по инициативе Метелицы. Да-да, для любой пиратки всегда есть такой риск. Еще известен многим расколовшийся Элизиум. Кто еще помнит, был такой сервак в Офнате на БК, а еще Холинет, ну и прочее. Так что пиратка как бы всегда находится под дамокловым мечом, и меч этот может упасть на сервер как по вине админа, так и с подачи Близзард. Еще и воровство аккаунтов сюда можно вставить. Это обычное дело в мире частных серверов, к сожалению. Ну, тут вообще все непредсказуемо. На мой взгляд, самое ужасное во всем этом, это то, что многие вкладывают еще реальные деньги и немалые в поддержку этих проектов. Нет, конечно, право ваше, как и деньги. Админам тоже ведь надо кушать. Но лично мне было бы жалко сливать на это свои финансы, ведь в любой момент все это можно потерять, а вам никто ничего не вернет. Блин, да хрен с ним с деньгами. Ведь самое главное это потраченное время, часы, недели, а то и месяцы задротства. Это то, что уже никогда не вернуть. На офиг хотя бы будет что вспомнить, зайдя своим любимым персонажем. Причина вторая. Администрация. Баны, муты, рисовки. Все русские проекты имеют одну общую особенность. Взять что-то с запада, локализовать, подкрутить, чтобы хоть как-то работало. Ну и как бы все, можно звать игроков и рубить бабло. Никто не обещает вам высокое качество сервиса или оперативную реакцию на все трудности, с которыми вы столкнетесь. Баги, читы и прочее. ГМы могут вам нахамить, грубо ответить. И ничего им за это не будет. Сколько уже было банов, непонятно за что. Чего только стоит недавняя история с Валди. На офе подобное невозможно. Там нет самодурства. Ну, конечно, тоже косяки бывают. Но это скорее уже один на миллион. И еще момент, о котором точно не все знают. Почти все ГМы на пиратках сами на них и играют. И что это значит? А то, что они могут рисовать себе и друзьям шмот, золото, завышать характеристики. И далеко не всех их ловят потом за задницу. Помню, на БК-пиратке был крутой ретрик, который в таком среднем шмоте почему-то всех убивал один на один в дуэлях. Ну, прям без шансов. И вот когда я на этом серве я стал ГМом, то решил взглянуть, а все ли с ним в порядке. И оказалось, что ему кто-то внезапно нарисовал лишних 400 сил атаки. Что в БК было, ну, как бы весьма и весьма. Поэтому имейте ввиду, дуэли с на любой пиратки и всасывая 10 раз подряд одному и тому же игроку, нельзя быть на 100% уверенным, что ему не пририсовали статы. Причина третья. Баги и лаги. Я думаю, здесь особое пояснение излишне, но все же пару слов скажу. Нормальный пинг при большом онлайне можно найти только на крупных и серьезных проектах. И то нельзя сказать, что там как бы все стабильно. Все пиратские сервы каждый день ребутаются, а то и блины по несколько раз на дню. А представьте ваши эмоции, если в этот момент вы были бы в рейде на финальном боссе. А еще офигенно потратить полдня на какой-нибудь адский квест и узнать уже в самом конце, что он забагован, что моб не убивается. Ай, и квест вы этот не сделаете. Да, и чинить это тоже сейчас некому. В общем, нерабочие спеллы и таланты уже не такая проблема на старых дополнях, конечно, но нельзя так же сказать и о последних типа Легиона. Никогда не забуду, как во времена Лича на Офе на одной БК-пиратке еще не работал рефлект у варов, петы у хантов были очень кривые. Но ничего, тем не менее, сотни людей на ней играли. Причина номер четыре. Донат. Кто бы что ни говорил, но все, блин, пиратки живут на донате в том или ином виде. Но что важно, не на каждом сервере есть магазин, где можно покупать предметы, золото и прочее. И если на некоторых есть некие все-таки ограничения на покупку топ-вещей, то, например, на всем известном WoW Circle на большинстве реалмов вы за бабло можете купить себе, ну, например, сразу уже кем-то одетого персонажа в лучшем шмоте. Короче говоря, вообще не париться. На мой взгляд, особенно на ваниле, это точно убивает дух РПГ. Но зато зачастую именно донат позволяет существовать подобным серверам. Хотя тот же Лайтсхоуп не дает возможности купить что-то, чтобы усилить персонажа. Можно только просто подержать сервер пожертвованиями. Ну, поправьте, если я не прав. А то, что на Сёркле называется пожертвованиями, на самом деле является реальной валютой для покупок в магазине. К тому же донат конкретно убивает экономику на сервере и дает криворуким игрокам с деньгами прямой доступ к лучшей экипировке без каких-либо запарок. Причина пятая. Комьюнити. Нет, я понимаю. Это спорный момент. Я взошел в опасную реку. Черт. Но все же, к сожалению, к сожалению, практика показывает, что это зачастую слабое звено многих пираток. Почти все подобные сервера заполнены школьниками или бедлонами, у которых просто нет денег на уф, а все сэкономленные с обедов средства они тратят на донат. Нет, я ничего не имею против тех, у кого нет денег на игры, ну или школьников. Но все же, имха. Процент неадеквата среди них на частных сервах по вов, ну уж простите, крайне высок. На оффе проблемы такого масштаба просто нет. Особенно умиляет агрессивный фанат пираток, которые любят топить, что офф говно, что их сервер самый лучший, что баги это вовсе не баги, на оффе точно так же все работает, ну и тому подобное. Несмотря на все это, именно на пиратке я нашел классного товарища, с которым общаюсь вот уже почти 10 лет. Вован, привет. Что ж, ну после всего, что я сказал выше, я думаю, что у многих возникнет вопрос, а какого хрена вообще ловить на пиратке? Зачем там играть? Ну вы знаете, если бы причин вообще не было, то и не было бы таких серверов. Есть спрос, есть предложение. Поэтому давайте обсудим, а вообще какие могут быть причины для того, чтобы играть на пиратке? Поехали. Пять причин играть. Причина номер один. Халява. Первое, почему люди оказываются на пиратке, в большинстве случаев, это то, что все они, блин, бесплатные. Как правило, школьники и прочие не могут или не хотят платить за игры. И тут на помощь приходят частные сервы по вов. Особенно умиляют принципиальные игроки, которые считают, что за игру платить не стоит. А потом постоянно вайнят на форумах, что мол, серва говно, почините спейлы, ну и все в таком духе. Еще на эту халяву ведутся те, кто может быть играет вов один раз в неделю, но ему просто жалко оплачивать целый месяц оффин, когда есть пиратка. Ну в принципе, на самом деле, вот это я думаю можно как-то понять. Причина два. Возможность поиграть в любимую версию игру или попробовать все то, что ты пропустил. Еще не так давно я заходил на некоторые пиратки, но просто в какой-то момент мне резко захотелось поиграть в Лич Кинг. У меня, как и у многих, это самое любимое дополнение вов. Повторюсь, дополнение так, что не надо вайнить, а как же классика. Я зашел и удивился тому, что на крупных проектах по ватылка довольно неплохой онлайн и работоспособность. Поэтому свою жажду ностальгии я утолил. Мне кажется, именно это и может подтолкнуть некоторых игроков. Софа вообще зайти на пиратку. Причина три. Эвенты. Еще один важный для некоторых плюс это те эвенты, которые проводятся на пиратках. Но никогда не проводятся на офе. Ну, например, ПВП-турниры, убийство босса, которого ГМы спавнят, например, возле Аргримара. Ну и все в таком же духе. Но это проводится не на всех сервах, не всегда удачно и не всегда регулярно. Ну а для некоторых это наоборот минус, который убивает оригинальную атмосферу игры. Ну, из всего, что я сказал, лично мне, например, нравились как раз ПВП-турниры. Было прикольно в них участвовать. Мне всегда нравились дуэли один на один. И как раз вот такие турниры это способ как-то разнообразить повседневную игру. Причина номер четыре. Возможность поиграть сразу на кап-левеле или на завышенных рейтах. Предположим, вам хочется понять, каково это играть ретро-паладином в ваниле. Но вот качать его пару месяцев ради этого у вас нет. Тут на помощь придут так называемые фан-пиратки, где сразу доступен любой персонаж на максимальном уровне. В каком-то базовом шмоте обычно. Лично мне в БК это очень помогло, когда я играл на Офе. Мне вот вдруг стало любопытно изучить механику всех других классов, чтобы лучше действовать на арене. Что я и сделал. И, блин, да, это реально помогло. Конечно, на пиратке все было кривовато, но я получил некое общее представление обо всех классах. Об их плюсах, об их минусах, об их кулдаунах. Ведь я просто не так уж много играл другими классами, помимо основного. Поэтому вообще на пиратках я почти всегда играл только на фан-реалмах, потому что мне было жалко своего времени на прокачку. Ну, а те, кто любит все-таки качаться, но, может быть, хотелось бы как-то жизнь себе облегчить, то легко можно найти сервер с завышенными рейтами на прокачку, даже на дроп, хоть Х2, хоть Х3, даже Х100. Ну и последняя, пятая причина. Купить за реал то, что лень фармить. Ведь для кого-то донат это большой плюс, некая извращенная форма казуальства. Ну, вот не падает вам чешуя в целка. Взяли и задонатили ее за пару сотен рублей. Ну, круто же. Или, может, на офе вы всю жизнь мечтали о Шэдоу Морни или клейморе Гранд Маршала. Ну, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Заплатил, получил. Может, кому-то кажется, что у таких донатеров как раз единицы. Но, поверьте, это не так. Их реально много. Что ж, пожалуй, я сказал все, что хотел на эту тему. Конечно, о пиратках еще многое можно обсудить. Если вам интересно было про это послушать, ставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, стоит ли мне продолжать снимать такие видосы на тему пираток. Всем спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok